Ну, как сказать... Понятно, что мы особо на очки не рассчитывали здесь, но по тому, как игра складывалась, вполне могли их набрать, и поэтому сейчас присутствует такое небольшое чувство неудовлетворения. Ну, в принципе, ребята молодцы, отработали. Понятно, что были такие детские ошибки, которые, ну, просто иногда смешно даже комментировать их. И, допустим, третий гол, который мы пропустили, ну, это просто ужас какой-то. Причем опытный парень, ему 27 лет. Кошмар. Ну, ладно, это не об этом сейчас. В принципе, в обороне смогли справиться, я считаю, что с атакой Сибиряка. Понятно, что момент все равно возникал, но мы старались, план был такой, отодвигать игру подальше от своих ворот, стараться как можно меньше, чтобы было позиционных атак с подключением вратаря. Если брать голы пропущены, то мы пропустили как раз два гола с подключением вратаря, один гол пропустили со штрафного, а еще один такой же могли пропустить. У нас тоже молодой парень запарился. И пропустили с 10-метрового. То есть, в принципе, все такие голы необязательные, которые можно было доработать. Ну, что еще сказать. Завтра еще будет игра. Сегодня нас пропускало два человека. Наверное, завтра выйдут свежие, с желанием. Может, добавят. Сегодня, конечно, один большой минус. У нас Виталик Каданев получил травму. Причем очень, скорее всего, серьезно. Колено. Он с этим коленом мучается давно. И, скорее всего, подозрение на кресты. Он надеется, что придется. Спасибо, Евгений Алексеевич. Как оцените сегодняшнюю игру? Я отмечу несколько нюансов этой игры. Прежде всего, все начинается с головы. Как внутри себя ты настраиваешь, на что настраиваешь, на какую игру. Отсюда и рисунок получается игровой. Видно было, что команда чувствует некое превосходство. Готова играть в атаки, развивать свои позиционные атаки, идти вперед. А быстрое переключение от атаки к обороне иногда хромает. Концентрация доли секунды куда-то пропадает. И поэтому мы получили первые два гола со стандарта. Контратака, на что настраивали ребят. Поэтому это, наверное, нюанс, над которым необходимо нам, тренерскому штабу, работать, доводить все-таки, настраивать команду. Об этом было очень много сказано, что прежде всего мы должны сыграть в обороне четко, надежно, уверенно, агрессивно. Сегодня этого не хватало. Значит, завтра будем поправлять этот нюанс. Не могу отметить также команду соперников, которая была очень мобильна, высоко встречала, действительно нас выжимала. Кроме того, они быстро переключались от этих действий, готовы были бежать и в отрыв, и в контратаку. То есть подвижность была на высоком уровне, поэтому все это принесло нам большие затруднения. Хорошо, что мы справились, хотя и был некий психоз в обороне, видно было, что занервничал и воротарь. И у нас были такие нюансы, где мы шашки на голову пытались спасти какой-то момент, выбрасывались, был хаос. Говорю, хорошо, что мы могли вовремя успокоиться, остановиться, переключиться, ну и довести дело, наверное, до победы. Хотя могло сложиться все по-другому. Поэтому самый главный вывод – это завтра поправка в голове, настрой на оборону прежде всего. Будут некоторые изменения в составе. И поэтому в заключении могу только сказать, что сегодняшняя победа, она была необходима и важна, и в плане психологии, и набранных очков. Поэтому я все равно команду поздравляю с этой победой, и завтра желаю перестроиться немножко на другой лад и показать более уверенную игру.